Не называй меня папой, пожалуйста. Почему? Я прошу. Ну ладно. Нет, а почему всё-таки? Я же вас с самого начала так зову. Не будем уточнять. А как же мне вас теперь называть? Товарищ Васин, что ли? А как же мне теперь вас называть? Товарищ Васин, что ли? Почему? Меня зовут Павел Ивановичем. Нет, это для близких. Это для близких людей. Я здесь вообще посторонний человек. Саша, а попробуй сдерживай. А как же мне вас теперь называть? Товарищ Васин, что ли? Меня зовут Павел Ивановичем. Ну вот к нам приехала в гости кинопанорама, и это очень волнительно, потому что передача будет, это гораздо раньше, чем фильм появится на экране. И поэтому именно по этой передаче будут судить, что это за фильм. Работа для меня это очень трудная и в то же время интересная, в каком-то роде экспериментальная. Потому что в основе сюжета сказка. Сказка Андерсона «Снежная королева» состоит из семи историй. История первая о зеркале и его осколках. Там разбивается волшебное зеркало на бесчисленное множество осколков. Эти осколки до сих пор летают по свету. Кому такой осколочек попадет в глаз, тот начинает видеть только плохое, и то в сильно преувеличенном виде. Вот такой осколочек попадает Павлу Ивановичу Васину, который играет Евгений Павлович Леонов. И вот оказывается, когда ты видишь только плохое в человеке и не видишь ничего хорошего, то жизнь становится невыносимой. Ну, с Леоновым мы уже работаем 20 лет. Значит, он снимался во всех моих фильмах. А я как-то себе не мыслю, чтобы фильм был без Леонова. Не потому, что я хочу снять обязательно Леонова, а потому, что, ну, как-то моя творческая судьба или тяготение мои тесно связано с ним. Вот то, что делает в этом фильме Евгений Павлович. Мне, знаете, на съемках интересно смотреть. Обычно, ну, приходишь на съемку, значит, все продумано, проработано. И главное, довести это дело до конца. Но если получается на 30% то, что ты хотел, это хорошо, мы так считаем. Потому что, как правило, получается на 7% то, что ты хотел. Из-за ряда обстоятельств. А почему вы всегда в своих фильмах, у вас главный герой, это мужчина? Вы знаете, наверное, потому что я еще не до конца владел своей профессией. Я беру то, что попроще. Потому что женщины для меня до сих пор создания загадочные. Ты их любишь больше, чем мужчин? Ну, естественно. Я их люблю больше, чем мужчин. Я их очень люблю. И боюсь в раскрытии образа где-то ошибиться. С мужчинами мне проще. Ну, так мне кажется, во всяком случае. Значит, каждый герой каким-то образом... Ну, не впрямую, конечно. Но так или иначе касается меня. То есть в нем есть и я. Ну, мое мироощущение. Иногда и биография даже. Иногда даже частично характер. Частично. Это не обязательно, что человек это я или чем-то похож на меня. Но когда начинается работа над фильмом, я этот фильм обязательно несколько раз уже невольно проигрываю вместо героя. И те или иные поступки уже, значит, пропускаю через себя. Ну, сколько я? Десять фильмов снял. Значит, у меня, я считаю, было одиннадцать. Жизни. Одна, значит, моя, собственно. И десять, которые я приобрел. Ну, вот и сейчас говорить конкретно об этом фильме. В данный момент он называется «Гладиатором». Вернее, он пять минут тому назад еще назывался «Гладиатором». Но мы получили письмо, что такое название есть и название надо заменить. У нас есть запасное название, которое лично мне очень нравится. «Собачий вальс». Тем более, что вот этот год считается «Годом собаки». Может быть, такое название нам принесет счастье. Значит, о чем он фильм, почему мы его снимаем, я почему его снимаю конкретно. Вы знаете, знаете, как-то у меня последнее время было много личных несчастья, неприятностей. И со здоровьем было неважно. И как-то я начал смотреть на мир мрачно. Люди начали меня раздражать, даже мои друзья, близкие, которых я очень люблю. И как-то я начал с собой спорить, что нельзя вот так смотреть. И вот здесь, когда Васину попадает осколок в глаз, это, конечно, глупо было бы вот так утверждать добро хорошо, зло плохо, его нет. Тут разобраться трудно, сложный этот вопрос. Но я оптимист, я верю, что добра все-таки больше в людях. Но конкретно мы на этот вопрос не отвечаем. У нас идет спор. У нас идет спор. И вот этот фильм лично мне тоже понадобился для того, чтобы я сам с собой спорил, сам себя переубеждал. но хотелось бы, я не знаю, как это получится, хотелось бы, чтобы на экране добро победило зло. Вот это хотелось бы, это должно получиться само собой, без наших тенденций, без нажима, чтобы этого не чувствовалось, чтобы не было декламации. Тогда это неинтересно. Но все знают, что добро хорошо, зло плохо. Чего об этом полтора часа терять и еще деньги тратить, чтобы пойти об этом узнать. вот так страшно, конечно, что там получится, каждый раз волнуюсь. Тем более, значит, чем больше успех имел предыдущий фильм, тем труднее снимать последующий. Мало того, мне очень неприятно, когда сейчас ко мне подходят, говорят, например, о, какой прекрасный фильм «Осенний марафон». Вы знаете, чудесный фильм «Осенний марафон». Я думаю, какой кошмар. Тот-то получил случайно, а вот этот он посмотрит и будет разочарование. Но ничего, такова судьба наша. А кто у меня просил двухкомнатную квартиру? Папа Римский. А вы видели, товарищ Васин, извиняюсь за выражение, эту жилплощадь? Страшно. Я всякую жилплощадь увидел, говори мне. Паша, почитай мне сказку. Да, у тебя есть Гера, пусть он почитает. Отец есть. А теперь скажи, у Геры диплом. У Геры диплом, он занят. Он занят. У Геры диплом, он занят. Давай. Вы знаете, мне очень хотелось, чтобы в этом фильме, над которым мы сейчас работаем, прозвучала песня на слова моего друга Гены Шпаликова. людей теряют только раз. И вот Гиа Кончелли написал мелодию, на мой взгляд, прекрасную мелодию, которую, как ни странно, попросил спеть меня. Но основой в этой просьбе было то, что человек должен быть обязательно без голоса и без слуха, и что я этому соответствую. Вряд ли, конечно, эта песня останется в картине в моем исполнении, но сейчас мы терзаемся над этим. С Георгием Николаевичем мы работаем уже в третий раз. Первая картина была «Не горюй», вторая «Мимино», и сейчас вот этот фильм. Георгий Николаевич сказал, что ему нравится песня, потому что обычно ему никогда ничего не нравится. До того, пока не появляется фильм. Мне кажется, сейчас процесс очередного мучения, которое еще не закончится. И я должен сказать, что за это я ему очень благодарен. Он, как правило, бывает прав. Мне, ты говоришь, всегда другое. Сын Георгия Александровича, когда посмотрел 17 мгновение весны, недавно он сказал, какое счастье, что Данелий не снимает многосерийных фильмов, потому что папа писал бы музыку всю жизнь. Действительно, мы всегда делаем очень много вариантов, и в этом мы ищем лучшие. Но так как в процессе съемок и сам фильм меняется, то приходится и музыкальное решение фильма пересматривать. Композитору действительно это очень тяжело, трудоемко. Вы знаете, что Георгий Николаевич много картин сделал вместе с Андреем Петровым. Я хочу вспомнить один случай. Когда мы работали над Нигорю, Андрей Петров меня предупредил, что Данелий не любит флейт, не любит флейт, флейту не любит. У меня в оркестре было занято четыре флейтиста. Прошло много времени, я забыл об этом, и во время записи, до того, пока началась бы запись, Георгий Николаевич подошел ко мне, отвел в угол и сказал, вот эти четыре человека, которые сидят, пусть свои флейты уложат в футляры, встанут и уйдут с записи. Я должен сказать, что вот сегодня, когда мы записываем эту песню, в ней играют два прекрасных флейтиста. Так что Георгий Николаевич сейчас флейты полюбил. поддающийся воспитанию музыкальным. ЗВУЧИВАЯ МУЗЫКА Героя из Павел Ивана ЗВУЧИВАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Немедленно его вернем Поговорим и стол накроем Весь дом верну, перевернем И праздник для него устроен Разник, разник для него устроен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok